Я сейчас остался в твоей уверенности, каким меняется синим и ле, синим наму синим и та, но моим голосом говорит твоя сомнения. Пьеса на совместном пути, драма-фэнтези, с историческими экскурсами и документальным видео. Представление описывает историю отношений украинского и крымско-татарского народов, пропущенные через личное восприятие главной героини, студентки Таврического университета Оксаны. Она украинка, но которая родилась в Симферополе и всю жизнь жила, потом был институт Карпенко-Карова. И для нее эта боль, вы не представляете себе, когда это все происходило, вы не представляете, что происходило с ней. Человек безумно чуткий, очень талантливый, вы это увидите. И вот та боль, те ее слезы, те ее рыдания, то, что она прожила. Несмотря на то, что на сцене события 26 февраля 2014 года митингу крымского парламента сюда вплетаются события, начиная с 17 века и до 60-х годов 20 века. В спектакле появляются различные исторические фигуры, которые рассказывают о ходе истории. Автор признается, пьесу переписывал несколько раз. Эмина Джапарова, первый заместитель министра информационной политики Украины, подчеркивает, вражда приносила поражение обеим народам. Совместные действия – успех. Той урок, который мы имеем из истории выносить, мы должны объединяться. Это то, что сейчас и происходит. Крымские атари защищают Украину в Крыму. Украинцы защищают Крымский атар на материковой Украине. Это главная мета, на самом деле двух народов, которые выбирают свободу. Свободу от Кремля. Всем своим нутром, всем своим творчеством доказывают то, что для меня крымско-татарская культура, крымско-татарский народ не просто часть моей жизни, не только часть меня, а это, наверное, еще и какая-то моя обязанность нести все-таки историю, историю всего народа, с ее трагедиями, радостями. Театр Владимира Завальнюка существует уже два десятка лет. Работы режиссера «Украинский вертеп Соломея» «На поле крови» и «Лесная песня» неоднократно завоевывали признание зрителей и награды престижных международных фестивалей.